В эти дни о храбрости советских солдат вспоминают и в КНР. Разгром Квантунской армии позволил освободить Маньчжурию и часть восточного побережья Китая. В местах тех сражений осталось много безымянных могил. Волонтеры восстанавливают имена погибших бойцов. Репортаж Марины Чайки. Так выглядела эта могила, она не будет увидеть. Месяцы реконструкции, годы работы с архивами за долгие десятилетия. Плиты на советском кладбище в Доляне развалились, надписи стерлись. Русская диаспора города решила время собирать камни. Нашлись деньги на реконструкцию, по крупицам, по обрывкам старых фотографий и записей. Волонтеры восстановили могилы павших солдат, чтобы помнили. Одной из фотографий из похорон, мы нашли могилу, от которой сейчас уже ничего не осталось. А на фотографии даже видно фамилию, имя, кто похоронен. Поэтому только по фотографии восстановлена одна могила, одно захоронение. Тут нашли покои погибшие воины Российской империи, герои русско-японской и павшие бойцы, пришедшие освобождать Китай в 1945 году. Александру Пинязеву тогда не было из семи лет русских арбинец. Он хорошо запомнил тяготы японской оккупации и те несколько дней в августе, когда Квантунская армия была окончательно разбита. Я отсутствовал в то время, я помню, о освобождении советскими войсками в городах Арбина. Вы знаете, японская пропаганда говорила, столько мы сбили самолетов, столько сделали, и все. И вдруг тишина, и через 24 часа приехали советские танки. Маньчжурская операция впрямь была стремительной. Китай освободили за несколько недель. К началу наступления на дальневосточных рубежах СССР сосредоточено полтора миллиона человек, тысячи самолетов, танков и орудий. 9 августа началось последнее сражение Второй мировой. Месяц воевали. И сейчас их вспомнить. 70 лет прошло. Тяжелые воспоминания, слезы мешают говорить. Он был одним из тех десантников, которые высадились в осажденном порт-артуре. Последнее место занятое неприятелем. Его взяли 22 августа. И уже 2 сентября Япония полностью капитулировала. За 14 лет японского террора здесь погибло более 30 миллионов человек. На лицах улыбки, в руках цветы. Изможденные оккупации китайцы с радостью встречают советских солдат. Эти счастливые сцены освобождения, высеченные в камне, навсегда войдут в историю Китая. Свыше 12 тысяч советских бойцов пали в битве за Маньчжурию. Лишь малая часть из них похоронена на кладбищах в Доляне и Порт-Артуре. Многие же так и остались лежать на полях сражений и в безымянных братских могилах. В этом году впервые здесь прошел поиск и перезахоронение останков. В канун 70-летия окончания Второй мировой войны, благодаря волонтерам, безымянных русских могил в Китае стало меньше. Мариан Чайко, Владимир Ржевский, Первый канал, Китай.